так здорово всем ребят начинаем стрим в общем-то по чуть-чуть младших здесь еще будет сейчас квалификация на варде турнир тут очень много людей всяких присутствует я думаю сначала мы забываем будем смотреть дальше уже по обстоятельствам будем действовать в общем сейчас вам сетку покажу так навыщен присутствует гумиху здесь остальные игроки инблайт тут есть татс бьял на бане короче сейчас еще пока сетка не окончательная сейчас его про регет как бы че не про регет все за чекинется ее окончательно сделают уже и будем смотреть что сам турнир получается ну что буду прыгать в бане пока что чайку налью здорово и люк все ждем сетку счет заплюшку одну съем пока ребята как раз подъедет сетка и будем смотреть уже Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что же, вторая игра Если Блай победит, а в этом сомнений нет никаких Практически, да, как бы Он попадет на Бани Потому что не фаста такой игрок Мягко говоря, слабенький Бани точно не выиграет Ну а Бани ТВ заселен очень-очень сильно Как бы, кореец Поэтому Блай против Бани Это будет интересно А я пока шерстяные носки приодену Чтоб вообще все, ништяк стало Здорово, култи Ты че уже? Транслитом пишешь Уже уехал куда-то, что ли? Так, сетка в описании Канала SK2TV в том числе есть Но там сетка, правда, на ликвипедию Жмешь ликвипедию Листаешь вниз И там official bracket есть Сверху под Notable Participants Пунктом Туда жмешь И там тебе появляются Челонги Вот эта вот сетка Которая быстро обновляется Сотка из фонда Только для Go4SK Да ладно А я думал На все турниры Буржуйские Какая-то сотка есть Надо это уточнить Привет, Экстрим Тиро Что-то не слышишь, что ли, микрофон Включен, конечно Ну что, опять передроп от Глая Опять он лук сгрезает Блай тут пытается Прям на пофиг Загрызть пилон Пилон надо грызть И не пробовать Ёма, как Блай ужасно Вообще действует сейчас Что ты делаешь, Блай? Просто потерял 19 лингов На ровном месте Фактически Блайчик и счет Ну тут передроп сразу же идет На вторую базу Врыв попер Ну да, на глава-то Как-то кавалер Учитывая, что он Игрок-то не сильно Еще против Блая Нексус 1 Хотя я раньше ставил На некоторых картах Но это очень должно быть Все просчитано Против Блая Ставить Нексус 1 А в Лотвии Где вот эти передроп овер Так это вообще печаль То есть тут на любой карте Рассчитываю, не рассчитываю А Зерк на Сверх ранней стадии Может тебе дропнуться Просто изгрызть Нафиг Пройдет Блай От Илона Здесь Оракул строится Еще-то Ну Оракул сейчас поможет Конечно же В обороне Илончик отменяется До Оракула нужно уйти Ну что Блай делает Да пусть он энергию потратит Нафиг ему этот АДЭП Ну Блай, как Я не знаю Как Лунтик Понятно, что здесь не проиграть Все равно Но зачем так-то делать Что лингов своих не жалко Что ли Они же за тебя Грызут А ты их под Оракула А он какой-то хренью С неба палит Их просто Как Как ждет В детстве С лупой муравьев Хотя я не очень Это любил Вообще Это ненормально Ге-ге С лупой му struggling С лупой муラ С лупой му С лупой му Продолжение следует... Ну что ж, ждём бани, короче говоря. Так, ну влай вперёд прошёл, но бани ещё не прошёл вперёд пока. Так, бани у меня нету. Что, у них достаточно много людей есть на Америке? Ну корейцев мало. Ау, бани победил. А вот он, да, кстати. Давайте. Ну что ж, влай против бани. Так. 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 Продолжение следует... 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 Не знаю, посмотрю по обстоятельствам еще, там еще к чему... Продолжение следует... 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 Стоишь ты? О! Зачем? Взял Королева успешна, сасана Так, ребят, я прошу прощения Сто рублей мне скинуть, дашь Скажи, как их скинуть-то? Новая королева создана Войска Роя атакованы Да Войска Роя атакованы Королева успешна создана Чарлик аж зарычал, ребят Я дико извиняюсь, но Нужно было дочке своей рукой помахать и дальше А здесь у Блая Провал Нидуса происходит Насколько я вижу Ну, кстати говоря, рабочих Блая 27 сбрил оппоненту своему И это говорит о том, что все-таки можно Шесть хеллбатов Как же неудачно Блая Нидус запилил здесь Что за чушь вообще? Какие-то отдачи от Блая Нелепо идут Чё Блай так спешит? Я не понимаю Вылезти-то туда Уверсира нету при этом В чём же самое интересное Здесь две банши уже Ё-моё Блая без Уверсира Пришёл что-то за ошибки ужасные Такие странные Блая Как можно без Уверсиров здесь кушать вообще? Ну, это отдача Ну, это отдача Чайлик пока поставим Чайлик тут пока с окна поращит Ну, чё-то вот первый Нидус вроде как Блай не убил Ну, рабочих много убил Нормально зашёл А дальше чё-то не ахти всё было Со стороны Блая Да, ещё один Уверсир вперёд летит Банни сейчас его спалит И чё, он вперёд поедет при этом? Всё, я думаю, что не стоит Банни так вперёд ехать нагло Два ручь, пять ручь уже сейчас есть Гелики к третьей приезжают Здесь две банши на вторую залетают базу Так, ну на мейн можно заперёдить Ну, здесь три банши уже у Бани Пять хелба, ё-моё У Бани дофига всего Блай тут пытается отогнать геликов На мейн пошёл Нидус Роучи гонят геликов Здесь королев тупо не хватит Посмотрите, у Блая две королевы против трёх банши Они все успевают назад прилететь Не-не, ребят, это проигрыш, скорее всего Всё, Блай настолько Нидусов много напилил Что в итоге, как бы, он просто прогорел здесь, ребята Он просто прогорел Там четыре банши Блай куда-то сломя голову Эти Нидусы пилят Это игра, которую можно было реально выиграть Блай же её отдаёт NotForUs, привет На пище, говорит Мне сегодня полгода А как бросил пулить Передаю пацанам на стриме Кто ещё курит, чтобы бросали, занимались спортом Ну, респект таким Парням, которые бросают пулить Ну, а в чатике пацаны там разберутся Так, здесь Роучи от Блая приходит, между прочим Он начинает шатать до эпохи здесь и сейчас А дома кто будет отбиваться вот от этого ужаса, блин, просто Который от бани припёрся сюда Так, банши под спорку залетают Надэмэджились очень сильно банши Нескороущие от Блая устаются у бани здесь Нескороущие Возвращаются назад Хату пытаются бани выпилить А, спорку бани пытаются выпилить Кстати, между прочим, бани спорку выпилил И Блая не хватает юнитов здесь нифига Короче, что-то спорки здесь туда-сюда бегают Пытаются копаться Ну, бани четырьмя баншами понимают, что от банши дэмэдж такой, что спорка не успеет вкопаться тупо Ну, две банши минус, ну, кстати, Блая Здесь спорка ещё добавляется Пятнадцать-двадцать-три, Парабам Но, посмотрите, здесь со цехи три, три мулы, три... Оооо, три циклона. Не, печаль полная, конечно. Выпиливает ниду с бани, и две хаты, убивает минус. Бился, бился, как-то печаль. Да, да. Что-то было, вроде, все неплохо получалось, но потом не хватило, конечно. Здесь Роуч Ворон упадет. Сейчас скоро уже Роуч Ворон падает. От брудлинга пулка нету. ДГ, ребятки, 1-0 пользу баня. Все, ребят, извините, отвлекся. Здесь я немножечко... Так. Прыгаю в игру, ребят. Ну что ты сюда бегаешь? Прыгай на окно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 Блай контролит только рамку сейчас. Не знаю, что тут Блай сидит, что он хочет здесь сделать вообще. Там Банша уже с Инвизом попёрла. Блай не сканили, думаю, что он не выходит по ходу дела. Стимпак, Банша, да тут ГГ очевидная, да, но Блай пока пытается выход сделать. Но если Банни Баншу сейчас подставит и риперов, и всех своих юнитов, и Баншу под один фаербул жирный, который на всех их упадёт, тогда, может быть, что-нибудь у Блая выйдет. Но другого варианта просто здесь не может быть для победы Блая вообще. Так, ну через центр выход идёт. Так, минус ровущий, ГГ. Фулово купивший. Фламу надо смотреть, чтобы канал поддерживать. Вот для чего ты её смотришь. Так. 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 Ну что, минус Блая надо искать, куда бы нам дальше прорваться. Уже очень многое на Корее, я так понимаю, будет сейчас проходить. Так что надо врываться на Корею по ходу дела. Так. 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 Продолжение следует... 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 Так, у меня хоть две миночки, друг, факта лавок, стрёмная такая застройка, признаться честно, все в линию, прямо около стенки, но хоть бы отодвинул бы, чтобы вот здесь между клифом и фактой проход был, а то, если сюда надо пройти, то ему придется вот так вот обходить, но это полный бред вообще. Вот. 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 За мазеркору минка прилепила демиджа сейчас. Здесь пробки на второй, и залп, ну и баня увезет минку, то есть он пробку заберет и увезет вообще. Двух дронов ТОСу, два газа заварить. А что если взять вообще Зергу вначале всех, не двух дронов, а, например, шесть дронов и заварить здесь газы Протсу, здесь заранее и здесь, как бы. Ну, конечно, здесь, нет, на восемь брать. То есть только здесь там может Протсу газ поставить. Победа же сразу вообще. Как тебе вообще такая идея? По-моему, просто гениальная. Так. Выбиты все минки. Ну что, тут как бы рейндж колоссом делается колосс и две фаржи. То есть это нечто подобное, что делал Зест, но... Но! Без твойлайта, без раннего блинка колоссы первыми идут и потом 1-1 грейд, и только потом в рейндж блинк будет выход. Мне билд нравится. Вот этот третий нексус на каком-то стадии ставить? Вот час прям ставят, ставят супер этот нексус. Ну что же, от гумихов в стиле и навыщ на выход, просто с танчиками его и как больно может быть. Ну, с другой стороны, если много гейтового мясца будет и колоссов там несколько штук, то можно и отбиться, попытаться, как бы, да? Какой момент твойлайт? Ну, твойлайт должен по логике вещей добавляться где-то вот сейчас уже он должен добавляться на половине 1-1 грейдов. Ну, тогда не будет работать гейты, то есть варпа пока много не будет, да, получается. Ну, два колосса к выходу будет уже готового гумиха. О-о-о, супер, простите. Надо бы встретить в центре где-то, ну, чтобы он сразу... Вот если сюда даже тирану подойти, он разложится и все, будет простреливать. Субтитры сделал DimaTorzok Да, варпа от супера. Дилков, кстати, много он наварпил, это важный момент. Дилки очень хорошо затанковать здесь могут, но либераторов чем выгнать, это вопрос, конечно. С либераторами уже совершенно другое, это микс становится просто. Подходит гумиху вперед, при этом танками прям в наглую как-то прямо, вот я вам скажу. Есть уверчаж, супер ставит. Нужно зайти с грамотного направления. Либо вот в такой момент калибераторы перераскладываются. Не понимаю, зачем сейчас супер дал подойти так близко. Ну, с другой стороны у него пока как бы в норме все тоже. Вот если сталкеров отсюда заводить, их нельзя заводить отсюда без зелков хотя бы. Танки выбивают пилон. Два танка стреляют в этом пилону, очень быстро они выбивают. Вот здесь группа сталкеров стоит. Что-то здесь супер в кучу всеми сбился. Такой кучащий бой принимает. Заходит в скайграунду с сталкерами. Нет бы сюда, вот я говорю, пару зелков бы взял бы и кололся одного. Уже совершенно другой эффект бы был бы. Ну и так, похоже, супер неплохо здесь бьет. Хотя не, плохо супер здесь бьется. Очень плохо супер здесь бьется. Да, печаль полная. ДГ 1-1. Ну все четко делал, но сталкеров не надо было голью туда посылать без всего. Мое мнение. Дарк, кажется, все еще бьется. Или это спрейти? Или гуми хуел до этого, я что-то не понимаю вообще. Я думал, должна быть еще игра сейчас. А похоже, что нет. Странно это все. Очень странно, потому что супер написал как будто 1-0, ведет он, я так понял. Это должно было означать бы 1-1 счет, но походу 1-0 вел гумиху просто, я непорально понял, супер, да, как бы. И все на этом. Так, ладно, чайку и щемочку попью. Так, ждите, ребят, сейчас вернусь. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. DimaTorzok. Что абсолютно непонятно с результатами. Короче, честно, на корее еще разочек схожу. На Корее вообще никого нет. На Америку лучше перейти. Я думаю, старт в Леонсе, чья там увижу. Четыре четверти финалиста известны, но ни у одного из них нет пар по короткой буквы. Этого мы и ждем, судя по всему. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, пытаюсь все классика выяснить. Победил ли он брейкинга. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Так, ладно, ушел, короче, классик. И я туда пойду, потому что, блин. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Так, короче, что-то недопонимание какое-то. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Вот классик опять свалил. DimaTorzok. DimaTorzok играет против Найса. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Так, классика попробуем добавить. Ну тогда понятно, почему так долго, потому что Dark играет за Протсов. Вот, если бы он играл за Zerg'ов, там уже всё кончилось давным-давно. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Ну всё, первая игра, погнали. Классик гумиху, очень крутой твп. Карта окраиня Ньюкирка первая. Не знаю, может быть, теперь я не знаю, смогу ли я в бане Дарку попасть. Иди вон отсюда. Иди вон, и не рычи. Иди, иди. Ты чё рычишь-то, а? Всё, иди. Рычит он тут. Иди ещё. Иди отдыхай. Иди. Иди, иди. Рыкарь, ё-моё. Так. Чарлика, вы проводила тут. Лежал под ногами и рычал на меня. Что я ногами шевелю? Привет, Мороз, СПБ. Иди, 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 иди. Прилетает реперок. Здесь мазеркор готов, и репер никого не убьёт в итоге. Нагло здесь, конечно, летает. Классик, ничего не скажешь. Адепт номер один готов второй строиться. Пробочкам точку сбора на мейн. Иллюзию классика посылает. Куда он там её посылает? Да вниз он её посылал. Нужно опять иллюзию вперёд запиливать. Что классика делал. Здесь пробка выходит. Сейчас будет попытка поставить сюда пилон. Мазеркор раньше пробки приезжает. Синхронизация печальная. Ну, пилон пошёл. Эти четыре моряка сейчас мазеркор завалят. Ну, ё-моё. Классик здесь как-то не законтролил. Совсем не законтролил. Ну, что за чушь. Ну, хоть пилон достроил сейчас и то хорошо. Здесь адепт контролил против рипера дома, получается. Рипера минус нул. Сейчас классик у нас. Пилон выбивает депуху. Ура! Вторую начинает классик бомбить. Здесь, между прочим, ведь и реактор есть. Которого явно достаёт, на самом деле, оверчаж. Реактор сразу надо выпиливать. Выпиливать пытается классик реактор. Ну, не выпилит он. Реактор же циклон пришёл. Циклона выпилил на халяву. Не до контроля от бумиху. Ужасная. Ведь на корейском сервере играют оба, между прочим-то. Киберспорт уже давно признали официальным там спортом или что-то там такое, не знаю. Только что это даёт. Лично нам, и мне, и Старкрафту это ничего не даёт. Такого. 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 Так, тут строится Immortal просто в Robotics. Блинг и Робо-Б делается, то есть выход в колодцев будет в перспективе. Третий Нексус пошёл, а Гумиху что? У Гумиху три бар... Ага, это то же самое примерно, что он и с Супером делал, получается. То есть это Био плюс Танки плюс сейчас пару Медивак, потом Либератора. Так, выпиливает Адепт охлаждающую башню, два Адепта. Выпиливаю вот сейчас, чтобы там завалить на третьей базе проход. Строятся колодцы, добавляется три гейта от классика. Ну, пилоны, понятное дело, строятся понемножку. Пока один, вообще, пилон строится всего. А, ну здесь Нексус ещё видит классик, что Нексус синхронизировался, лимита очень много. В итоге запас хороший лимит, а несколько пробок вперёд пошло по 16 на Мэйне второй. Все остальные едут на третью базу. И сейчас уже четыре пробочки. Здесь скоро ещё больше будет. Так, с минус Марик. Здесь минус Марик. Нет, сейчас Гумиху спалил в третий Нексус. Нет, он ничего пока не спалил, но он подозревает. Всё застает. Возреваем. Продолжение следует... Так, ну тут выход серьезный еще такой, 126, но больше классика лимита. Смотрите, классика это не супер. Так, сталкеру прилепил сейчас ливератор. Выстрел один попал. Давайте сейчас первым этого шталкера, блин, и заведем. Заходит классик, либераторов пытается выбить. Одного не выбил, кол... Либератора не добил, колосс нам увесливается. И сейчас все это экономическое супер преимущество. Коту под хост, либератор назад улетел и чего. Не достать до него, вот что здесь такое. Еще пару ксмок сюда вывести, вычините его. Агрессивный блин делает классик с одним колоссом. Зачем с одним колоссом сейчас вперед лезть? Правда, либератор ничего не прикрывает. Это хорошо для классика, безусловно. Адептики новые варпятся. Колоссов почему-то не строят, строят имморталов. Что за чушь вообще? Так, скан минус апсервер. Так, адепты будут заходить. Нет, не думаю, что будут заходить. Может быть, со следующим варпом там классик вперед пойдет. Ну, гумиху уже третий никсус есть, понимаете? Это проблема серьезная. То есть, если бы его не было, то тогда бы можно было скачать, что классик хоть за счет там прироста что-то... О-о-о, на мую-ка. Адептик телепортнул, а сам не решил содраться. Пишем ГГ, выходим. Нет, поражение. Это такая чушь вообще. Адепты телепортнулись. Видно, эскейп хотел нажать, не принимать бой. Они телепортнулись, и классик рыпнулся друг... Адепты как бы здесь, а армия назад. Куда назад-то? Все. Печаль. Колосса выпилил сейчас гумиху классику. Осталось три иммортала, и небольшая кучка войск сейчас просто здесь еще осталось. Танки еще ближе подходят. Здесь пилоны падают. Все падает. Под блин, под либераторов. ГГ вообще унизил просто. Так, Варди там ожидает. Варди будут другие игры стримить. Дарк против Бани, видимо, я так понимаю. Ну, а я останусь здесь, и Варди потом перестримлю, и если как бы не кончится тут матч, ворусь во вторую еще игру. Чуть долго не создают. Так, Гуру там ману убил, я вижу. Ну, если как бы там Дарк выиграет, то там дальше тоже ТВЗ будет. Дарк против Бани. Дарк против Бани. Так, ну, Гумича 1-1. 1-0, точнее. Вторая игра, ему классик наошибался. Скажешь, нелепо сейчас просто. Дарк против Бани. Дарк против Бани. Так, ну, тут гейт-гасникс кибернетчика, ребят. Гумиху что. Барак 2-1, цц хана 2-й. 2-1, цц хана 2-й. Цц хана 1-я у Гумича была. Барак Факта при этом все поперли. И через 1-го Марика все это играет. Ну, очень халявно действует сейчас стиран. Очень халявно. Как Фродс будет отвечать? Будет ли Нексус 3-й пораньше? Не знаю. Или нет. Возможно и будет. Непонятно, что сейчас Гумиху сделал. Мог бы КСМ-кой спокойно уехать домой, а он взял и отдал ее. Зачем это так было делать? Не знаю. Ну, такая типичная стенка. Депошечка. Барак, реактор. Здесь между Депох и Бараком. И инженеркой. Я уже не первый раз вижу такую стенку на этой карте. Со стороны тиранчика. 4 Барака. Плюс призма. 4. Не знаю. Обычно 3 Барака делают. Интересный был 4. Почему именно 4 Барака? Так. Адептов Марика поймал. Сейчас классик. Молодец. Ну, видимо, это адепты будут. Плюс варф еще адептов. В принципе, если здесь минок не будет, то 4 адепта прилетают, 4 варф с 8 адептов. Они могут нормально здесь поковырять тирана. У Гуми хоть тут какие-то соплай-блоки. Он кидает эксо-соплай. 2 Депошечки на второй пошли. Одна на камнях, чтобы контролить. Да, один адепт дома остается. 4 варф са в итоге. Плюс 4 еще позже до варф са, скорее всего. Минки с призмой разминулись. Это важный момент. Здесь, кстати, темная позиция есть, получается. Да, как бы. Можно вне вижена тирана все это сделать. Причем до сих пор тиран не видит этого всего дела. Так, адептские заходят, классиковские. В Мариков надо ворваться. Классик, куда же ты идешь-то, ема? В Мариков ворвался бы. Там Мариков-то меньше, чем адептов. Они бы развалили бы их, несмотря на то, что без плюс 1. Очень неплохо. 12 к СМК-15 выбивается. Адепты даже без плюс 1. Они против рабов эффективны. Это очевидный момент вполне. Здесь прилетели минки, но они не нанесли никакого демеджа классику гигантского. То есть у него был продемонстрирован. Сейчас у него мультитаск неплохой такой. Призма здесь летает. Так, ну вот этот уже сомнительный влюб. Надо ли был он. Так, и люди посылаются. Адепт через танк проходит здесь. Чтобы спасти адепта, отдать признак. При призму. Адепту, у которого хп, которого... И Викик еще добил, извиняюсь. Это умно просто. Умно. По-другому и не назвать вообще. Вроде дебилизм классик опять делает какой-то. Мог спокойно призму сейчас улететь. И вот этот врыв второй адептами, он уже был лишним, как мне показалось. То есть они не убили вообще ничего особо. Первый врыв вообще идеально зашел. Пора было тормознуть после первого врыва. Так, здесь имморталы камни бомбят. Марик поля одному из иммортал сбил. Может быть, сейчас камни пробьют, они очень быстро это делают. 50-то дэмэджа. Надо ли пробивать вот эти камни, чтобы со второй на третью входить? Не знаю. Гумику куда-то к центру Марика танки повел. Опять пуш будет какой-то с Марико танками. Второй колосс уже строится. Рейндж колоссом на половине готовности. Кстати, он очень долго делается. 100 секунд. Хотя нет, 100 это не так уж и долго. Глеб и 100. Блинк дольше делается. Так, на майне дроп. Пару пробок подрезаю. Сейчас будем по классику. И одновременно выход идет. Самое интересное, почему выход в лоб идет. Блин, как же долго здесь добыча в итоге. О, адептов на муве классик сливает. Увэ, великолепно просто. Для тирана это было сделано сейчас. Зап еще по колоссу именно успевает прилепить просто. Да ну нафиг, что творится-то вообще, не понимаю я. Викинг и сталкер. На сталкер, на халяву, на дель, на отдался фактически этот викинг. Глеб еще не готовы. Через несколько секунд будут они готовы. Колоссы есть. На майне добычу классик установил. Внутри Нексусу. Ну как его один бич и дроп этот просто зашатал. Это жесть. Гумиху даже передумал в итоге идти вперед. Он понимает, что ему ломится. Ситуация хорошая по экономике. Смотрите, продакшен у тирана, продакшен у бродса. Бродс просто рабов сейчас восстанавливает. Пошел блинг, фаржей нет, грейдов не будет пока. У Гумиху уже 1-1. Пошел блинг, фаржей нет, грейдов не будет. Пошел блинг, фаржей нет, грейдов не будет. Так, ну тут двойной дроп от Гумиху идет. Классик пытается его прессовать. Восстановил классик экономику. Классик без грейдов, правда, абсолютно. Шесть адептов. Где дома варпится шесть адептов? Здесь марики все разбирают из этих дропов. Адепты отбивают вроде как. Так, ну на второй базе проблемы гигантские. В это время классик приходит, пытается убить. Паршir. Хорошо. В это время關и. Так, ну тут Минка-залпец делает. Короче, непонятные какие-то вещи тут творятся. Классик воробил в третью ЦЦ, Гумиху ушёл наверх, Гумиху пытается всё сшатать у опупевшей. Таких физиков не надо слушать. Это полная чушь. Потому что ещё век назад гелиоцентрическая система Вселенной только была как бы искоренена получается. То есть сначала считалось геоцентрическое, что Земля — центр Вселенной, всё вокруг неё крутится. По о том, что Солнце — центр Вселенной, и всё вокруг него крутится. Вот так вот. А 0.25 скорости света и не надо, на самом деле. Надо хотя бы... Надо хотя бы одну десятку достичь. Это вот нереально. Вот. Ну что же. Минус... Минус... Опс. 157, 125... Нет, здесь, судя по всему, классик не отпустит уже эту... Хотя... Хотя... Посмотрите на ситуацию по апгрейдам. Боюсь, что классик здесь может легко её отпустить. Потому что одна атака протца на 2-2 тирана — это очень печальный расхват, я вам честно скажу. Просто Гумиху сейчас не надо вперёд идти отдаваться. Если он подкопит лимита, то он даже меньшим лимитом сможет с классиком нормально драться. И до 2-2... До 2-2 тоже ни в коем случае не надо биться. Так, две минки сейчас классик выпилил. Гумиху отступил. Но экономики Гумиху очень сильно не хватает. Здесь ещё адепты прилетают, наглеют. Викинги пытаются нагнать, викинги нагонят. Адепты что-то там подшатали немножечко. Но минус адепты. Минус призма. Здесь адепт надо убить. Адепты убивают Гумиху очень-очень быстро. Тройной дроп на муве сливается! 20... Не, это ГГ, конечно. Даже вот сейчас, если бы этот дроп плюс 20 лимит сюда добавить, шансы были бы 20 боевого именно. То есть 90 на 113 с грейдами 2-2 на 0-1 вообще. То есть, смотрите, Гумиху даже такой маленькой армии умедляется с классиком ещё более-менее адекватно драться за счёт грейдов. Ну я... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 1 на 1 Так Так Физик тащит Не знаю Чего тащит Ученые Которые говорят Что что-то там Невозможно Особенно Про Космос Как бы Это же чушь полная Человечество Примитивно Сейчас вообще В принципе Как бы На данном этапе Они что-то там Говорят Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так Классик решил, что Что-то игра не ладится В макро Походу Дело И пора пилить Пора пилить Stargate Stargate Попер Здесь Фактурочка Думаю У нас Субтитры сделал DimaTorzok Так Тут на мэне КСН-ку уничтожена была В общем-то Сейчас будет Пилонить Снизу У нас Классик Оппонента Своего Мазерпор Чё-то назад С адептом Чё он А почему Тут Одна базовая По тему Тирана Видимо Поэтому Решил Классик Что ничего Не выйдет Решил Отступить Выйти В Нексус Судя по всему Как вариант Как вариант Так Пробочка на второй Здесь Пилон 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 Нексус Около Нексуса Точнее Ну Классик Кстати Очень вовремя Сориентировался Поняв Что Оппонент Где вторую Базу Тогда Циклона Классик Разобрал Здесь Нашел Гумиху Что Старгейт Имеет Место Быть Вот здесь Так Счет 1-1 Кстати Говоря Надо Запилить Возвращεί Ну что, ребят? Гумиху как-то извернулся, и сейчас, между прочим, у него неплохой боевой лимит. СССР устроит, здесь изи всё с оверчажами отбивается, на самом деле, как бы всё нормально будет. Продолжение следует... Так, ну два Феникса у Классика есть, полетели. Я не знаю, тут как бы, в общем-то, и Гумиху в ЦЦХу перешёл, и Классика Нексус добывается. Что самое интересное, Гумиху вроде как дико отставало, в итоге и у него всё очень даже неплохо. У него лимита больше, чем у Классика, что самое поразительное. Так, что-то боится с Фениксами, то можно Мариков пошатать было. Так, здесь четыре минки и Мародёр летят. И симпакт делается, и всё делается здесь. То есть всё у Гумиху резко стало отлично вообще. Не сказал, что отлично, но хорошо. Четыре пробки и минус. По имморфлу пробка залп делает. Короче, ещё и здесь и дроп зашёл просто жёстко, смотрите. Расшатал вообще нафиг, как бы, Гумиху Классика. Минки, конечно, сейчас выбьет безусловно у нас Классик, но... Парабам хуже, третьего Нексуса нету. Тут уже третья ЦЦеха пошла, летят всё новые и новые юниты вперёд. Сейчас щиты скоро доделываются. Вот так вот. Время Девака залетает, я смотрю. Здесь у классика всё прикрыто абсолютно, Гумиху понял, что не вариант сюда дропаться, сразу же улетает вообще. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Минки бомбят здесь, короче 9 часов занял Гумиху, классик простите, минки убивает, здесь третья ЦЦ уже в орбиталку превратилась, грейды только у Гумиху опять же, то есть классика билл без грейдов абсолютно, то есть получается как, просто по билду грейды позже идут, а из-за того, что позже он демиджа получает много, так ему вообще их не заказать вообще. так, нифига тут мулов добывает, три, три 100, просто 3 200, 3 300 на штуку 700 добычи, а баса одинаково, но он просто рабочих ещё меньше, мало того, что рабочих меньше, так ещё посмотрите, сколько там улов вообще. Под блинг агрессивный минус медивак. Жесть вообще. Ну что, идёт атака. Что-то классик пришёл, Гумиху как-то кривейшим образом просто бой принял, грейды лучше, всё лучше. Филдами классик выделил, колоссы нажгли, колоссов ликвидировать быстро не смог Гумиху. И в итоге терпит здесь просто жёстко. Чё себе, блин? То есть классик ещё победить здесь собрался? Похоже, что да и не просто собрался, он здесь и победит, судя по всему. Адепты залетают прям внутрь викинга-мародёров. Викинга-мародёры держатся несколько секунд. Здесь и Мортл что-то на муве ходил, и Мортл упал. 63,70 и с приростом Гумиху умудряется отбиться. То есть он в последний момент спасается. Посмотрите по лимиту. 48,18 сейчас боевой лимит. Мародёр стимпатчиса меня-меня возьмите. Здесь места нету. Викинги сели, нафиг вы сели-то вы там не нужны вообще. Так, здесь заварп идёт. Лимит уже равный от классика, я имею в виду, заварп идёт. Очень много оверчажа есть. У Гумиху есть преимущество по грейдику, по одному получается. Рабочую Гумиху не пытаются восстановить. Вот это очень большая ошибка. Если бы он сейчас тупо строил КСМ по одной, всё бы нормально было. На мэне, кстати, ещё есть несколько минералин. Здесь ни одной КСМ не работает. И две стоят, ещё точка сбора не поставлена. 73,124 нет. Если бы Гумиху в одной атаке здесь пробрил бы оппонента, то, может быть, что-то и было. Но Гумиху не смог сразу пробрить, и это всё очень печально. Так, выбивает роботик с Гумиху. Загружается, улетает. 2-2 грейды пошли у классика по нулям. Но здесь прилетели опять адепты, и рабочих 11 штук осталось у Гумиху. Не, ну 11-то это перебор вообще, конечно. Ну и 2-2 на 0-0 грейды тоже перебор, конечно. Тут ничего не скажет. Призма минус, адепты наконец-то отбиты. Здесь одна минка есть. 129,65, дробчик на мэн. Но 54,74 по боевому, что самое интересное. То есть боевой лимит-то всё ещё близок, ребята. Симец и Гумиху принимают бой. Здесь сталкеры приходят на мэн. Надо не гейты, надо пилоны, и надо то, что быстро убивается, стараться ушатать. Блинк есть у классика. Принимает Гумиху ещё раз. Вот бой один. Так, пытается загрузить Мариков. Улетает с Мариками. 69,131, 56,76. Боевой. Если 2-2 доделаются, то, может, какие-то шансы появятся. Я не знаю. Потому что продакшен у Гумиху за счёт мулов присутствует. Рабочих несколько штучек добывает. На центре разгружается. Ну, сканов нет, чтобы опса, например, зашатать. Потому что всё кидается там именно в экономику. Медиваки не строятся. У Гумиху тут плохо, конечно, что медиваки не строятся. Попробуем. Да. У Гумиху здесь будет. Так, непонятное сейчас действие со стороны гумиху. Медиваки отдает. Вот нет бы грейды 2-2 на нули. Нет бы взять целую армию и пойти вперед драться. Этот гумиху, ой, это два направления пытается расшать. Да здесь последний бой принять. У тебя раба три штуки крестом осталось. А он бегает, тут что-то непонятное дело это вообще. До варпу классика идут. Дома принимают бой, разваливается лечение. Нет, так бы и медиваков было бы много. Короче, минус гумиху, ребят, классик, молодец. Гумиху, ребят, ребят. Гумиху, ребят. Гумиху, ребят, ребят. Так, что там в других парах у нас происходит? Пока ничего. Две минуты бы они в игре с этим, с Дарком. Надо бы варди зарестримить сейчас резко. Я так думаю. Вот. Продолжение следует... 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 Так, ну тут такая макро-игра началась. Почему Банни-то по лимиту в плюсе? А Дарк имеет 4 хаты, рабочих больше, чем у Банни, и при этом всё самое интересное, Дарк играет в люру хайф, то есть на перспективу у него всё хорошо здесь. Так, лечу свит, что-то уже темно стало очень прям как-то. Так, Банши Гидралиску, ушатали, Гидралиск улетел наверх. Сейчас Роучи подрежут, хотя не вкопался Роучу пулс. Очень жёсткий выход от Банни сейчас идёт, посмотрите. Но в нём очень много хэлбатов, а хэлбаты это не такой уж сильный юнит на такой стадии. То есть они сильные против лингов на ранних стадиях, там и все дела. А много Роучи Реведжеров, там люры какой-нибудь, я не знаю, хэлбаты могут вообще развалиться в хлам. У них очень маленький рейндж, они просто будут не атаковать. Так, третья атака у Банни заказана, Дарк здесь бегает, Роучи Гидрой. Если Вайпера у него, как он собирается встречать всё? Вайперы зелёнку накидывают, но позиция для Дарка заведомо не очень. Ресурсов просто немерено у Дарка. 4300 на 1700, сейчас Полимитов Плюс. Ну Банни давят, и не так-то просто на Тирана, вот так стационарно позицию занявшего наламываться сейчас. Танчики притягивает Дарк, решил ломануть вперёд, но там 4 танка, между прочим, до сих пор осталось, и они в такой мешок взяли, в общем-то, зерга огневой. Зерг ломится в узкий проход, а танки идеально все стреляют, то есть там сплэш прилетал просто гигантский. Роучи пытаются оползти сбоку танчики, и кстати, удачно. Так, надо принимать бой, но там много танков что-то в тыл острый. Так, Викингов Дарк притянул, минус Викинги, два выжили только сейчас. Ещё эта хату тут Дарк пьёт свою, ну кстати, она на острие, с одной стороны, логично её, эту хату использовать, для того чтобы энергию Вайпером пополнять, а с другой даже ХЗ. Скан, Роучи на халяву, там Банни нашёл, со Сканом выбил Роучи. Но лимитов всё равно меньше, у Дарка просто невероятная экономика, здесь до сих пор 4 база, до сих пор как бы у него всё в плюсе. Гидрой пытается тут свайперами притягивать, убивать. Нужно как-то Банни заставить, я не знаю, в размен бы пойти Дарку. Этого не получается сделать. Так, Гидра попёрла вперёд, дальше там танчики сиджанулись. Залпы жёсткие, 3.3 Дарк заказывает, кстати, давным-давно, уже хайп есть, 3.3 мог заказать тысячу лет назад уже, на самом деле, он, грейды. А почему-то не заказал, не знаю. Так, зелень на танке пошла, вот халбаты все спереди уничтожены. Сверху там Гидралиск один помогает сбоку, Тор очень жёстко затанковывает, Роучи с тыла заходят. Сплит Роучи, смотрите какой идеальный, по одному развёл просто сейчас Дарк Роучи, но зато Гидру чуть по одной штучке не разводят. Гидра снизу там налепляет Викингом, 109 на 187. В это время вон тут какой-то врыв идёт, смотрите, не показывает нам Варди его, к сожалению. Это Роучи в тылу, видимо, там ползают, я не знаю, что там ползает вообще. Похоже, это победа для Дарка. Так, Элайв против Дарка дальше будет биться. Заходит Дарк. ГСЛ слил, можно теперь и онлайн турики поиграть. Подумал Дарк по ходу дела, давно мы его не видели, да? Это ГГ, очевидно, да? По очереди полуфиналы будут, между прочим. Дарк Лайв сначала, статс-классик потом и финал. Отлично. Ну что же, посмотрим по версии многих людей лучшего зерга. против Элайва. Против Элайва. välтиReally? – tentали. А, давайте. Ну, всё. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Так, ну пока черкают, ждём начала, ребят. Так, ну пока черкают. Так, присоединяюсь к игре, отлично. Так, ну пока черкают. Так, ну всё, ребят, поехали. Life против Dark'a. Кто что. Так, ну пока черкают. Так, ну пока черкают. Так, ну что же. Life Dark'a. 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 Он очень любит этот билд играть санкция. Проксима. Можно принять и Mass Reaper'a. Если есть там три барака, то выгодно это. Так. Так. Ну тут реперочек полетел. Ну тут реперочек полетел. Реактор сразу на бараке, то есть репер-реактор. Ни пару реперов, ничего там. Второй барак, то есть выход в сим. Потом факта будет заказана, естественно. Реактор полетает, гранатку кидает. Ну, что тут гранатка ничего не делает. Фактически, да? Привет, здорово, DimGun. Да, бывает и такое про уроки происходит. Задержка полторы минуты, помните. Можешь не в чатике мне писать, а в скайпе или где-нибудь по этому поводу. Какие-то миллион каких-то озвучек сейчас ввели. Попытка нагнать репера. А, нагоняет дарк репера. Приминусует. С собачками марики вышли. Да поздно. Здорово, турели. Здорово всем, ребята. И реактор под Старфорд пошел. То есть, дроп марика будет от оппонентов дарка. Вот у вайва. Барабам дарк чуть-чуть в плюсе. Но, вообще, как бы роучей точно не будет. Роучами точно не будет дарк этих дроп встречать. Но, вообще, его линга королевами обычно неплохо встречает. Сколько королев? На данный момент три. Сейчас еще две будет готовы. Здесь заказан армор, но обычно этот армор раньше делают, чтобы он примерно под символ готов. То есть, прилетает тиран, пытается харасть, а тут уже есть броня. И юниты более живучие. Королев, как бы, можно трансьюзить лучше. То есть, маленькие демеджи меньше вносят. И линги более живучие. То есть, это важно очень. Броня на всех распространяется. И рабочие там, поживущие немножечко. Ху! Чё-то... Сегодня я не могу. Прям как-то вроде выспался. На самом деле, сегодня прям жёстко как-то выспался. Нам пораньше было немножечко вставать на часок, наверное. Сейчас лишний спал. Так. Третья цецеха. Дроп 16 марика вперед прет. Здесь криптуморов все больше и больше. Наливать надо. На мэне можно криптумы впилить, кстати говоря. Очень часто сейчас так и делают. Впилил он здесь вот. Здесь крипт залился и начал чик-чик-чик. По краешку сюда потащил. А потом можно, если здесь криптумы сверху сюда пильнуть, отсюда сверху вниз его запилить получается. Так, 48, 42 парабам. Второй эволюшн делает с ударкой. Лэйр готов. Нужно сейчас... Смотрите, сейчас все рессы. Дарку нужно вложить во что? В 2-1 грейды... В 2-1 грейды... В 2-1 грейды... В 2-1 грейды... И в покатушке именно. Ну, покатушка заказана. Хуголь заказан. Но второй армор пока не заказан. Так, 2 криптумы убивают. Сейчас Элайр. Дарк сразу же 2 новеньких ставят после этого. Армора второго пока не видно что-то. Хотя Элайр есть и можно уже заказать. Сейчас газа намного больше начал Дарк добывать. Сначала шпиль сделал. Все, все 6 газов начали добываться везде. Лучше сейчас-то пора в грейды переходить. Так, скан поперт. 50 хп осталось у камней. Надо бы добить эти 50 хп. Дарк это делает. Золото неплохо бы занимать сейчас было бы. Он это и будет делать, естественно. У дрончик поперт. Здесь криптумы в этом направлении ставятся уже. Ну, Элайр пытается, естественно, помешать занимать золотом. Так, еще марики подтягиваются. Короче, так, и что у нас происходит? 37 мариков, 4 медивак, 4 минки. Это все, что есть у Дарка сейчас. Ой, у Элайва, простите, какого Дарка. Дарка 32 линга, 10 бэйлингов. Кстати, лингов-то не так уж много, но сейчас еще пачка выйдет. Вот их 50 уже становится. 50 это уже более серьезный разговор. Какое-то забегание куда-то побежало. А, ну это просто в тыл. Бэйлингами, что ли, хочет катиться, не знаю. Дарк сейчас Элайв встречает. Одного бэйлинга минусует. Скан забегает криптумор 1, минус. Криптумор 2, минус. Ну, это такой стремный скан. Здесь криптуморы дублирующие есть. То есть это бесполезно. Практически было эти два криптумора убивать. Крип весь останется здесь, собственно. И ничего с этим не поделать. Криптумор 2, минус. Пару штучек. Так, ну чуточку меньше Элайва, чем Дарка по лимиту. Сейчас, а боевого побольше. Но, посмотрите, Элайв просто напрочь забыл про то, что есть такая вещь, как грейды. И 2-2 он просто не заказал вовремя. Так, и в итоге он бьется на 1-1 против 2-1 уже Дарка. А в перспективе Дарка будет 2-2 на 1-1. Потому что тут, видите, уже второй Коготь еще раньше, чем 2-2 заказал Элайв делается. Так, что тут фризануло. Сейчас надо пинг поставить. Так, минус королевы. Че тут все бегает туда-сюда на стиме. Вылечиваются медиваки по чуть-чуть. Вылечивают медиваки чинебил. По чуть-чуть здесь бейлинги зашли. Здесь хорошо Элайв принял. Убил всех бейлингов. 180-200 в пользу Дарка. У Элайва тут очень много юнитов уже накопилось дома. Надо бы подводить сюда прирост. 2-2 грейды тоже подъезжают по чуть-чуть. Но до 2-2 тирану вообще не стоит рыпаться. Залп минка выбивает муталька одного. Очень неплохо. Это вот так. Здесь две минки бомбят. Попытался Дарк сейчас пробрить. Ну, ворвался. Посмотрите, очень мало медиваков у Элайва. Вот это очень важный момент сейчас, что у него так мало медиваков. Он простимился. Он не может вылечить нормально армию свою. Пошел стим. Мутка залетела. Как-то мутку у Марики покрошили в первые секунды вообще боя. И вот до 2-2 Элайвовских Дарк прибегает. Неплохо пытается разменяться. Но даже без 2-2 на 1-1 Элайв без крипа. Зерк, то есть он, во-первых, без крипа на рампу забегал. Во-вторых, обтекала тут немножко армия эта. И в итоге даже на 1-1 Грейдах Элайв умудряется Дарка разобрать здесь. Но нужны новые медиваки, иначе просто не будет лечения. Вот при такой армии нужно 8-10 медиваков, и все замечательно будет. Ну, 7 это уже куда не шло, да. 7 мародеров, 50 мариков. Минки новые появляются. Дарк уже занял тут 9-9.30 часов, получается. Ну, Элайв продолжает даять. Боевой лимит одинаковый почти. Элайва, между прочим, 3-3 Грейды делаются. 3-3. Ну, 3-3 еще долго до них ждать до 3-3. Как бы тут 2 минуты еще ждать до 3-3 Грейдов. Но если доделаются, если Лайв на каких-то крит-демажей не получит за это время, будет очень неплохо он против Дарка биться. Потому что там 3-3 еще вообще пока... Не, она не планируется, потому что хайв уже делается 20 секунд до хайва. Но, в любом случае, по таймингу на таких стадиях, там, полторы-две минуты, этого достаточно, чтобы Грейды реализовать абсолютно точно. Так, что-то стимится, туда-сюда, бегает у нас. Ой, марики зажались наверху. Элайв сейчас проморгал. Хорошо, Дарк, сверху забежали линги, обрезали группу мариков, которая снизу была, и обрезали путь к отступлению. В итоге великолепный бой с трендарком. Причем 2-2 атаки на мутку он дождался сейчас. Фигаминки жахнули там, бейлингов минус нуля. Но все равно этого недостаточно элайву. О, я не знаю. Тут если бы только всю мутку бейлингов убили, может, что-то получилось. ГГ, ребятки. 1-0 Дарк. Причем в другой паре статс против классика бьется. ПВЗ нас может ждать. Очень крутое. Классик Дарку. Именно в группе ты и проиграл на GSL. Так, захожу в игру. ПОДПИШИСЬ! 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, что-то действительно у меня тоже подлагивает что-то... Продолжение следует... 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 Спускается с хай-граунда сейчас Два танка давайте рассиджим так, чтобы тремя фаербулами оба накрыли Ну это ж чушь полная Нужно сплетануть их Ну нельзя так танки съезжить, потому что это КС Реоджер, это один из вариантов вероятных развитий событий, вариантов Извиняюсь 8 бараков Между прочим у Лайва есть и 30 цехи Но экономика просела и вообще двукратное преимущество по лимиту у Дарка У них еще и Лэба 2.2 Сейчас дело, так вообще замечательное было Дарк вообще 1.1 сейчас тоже закажет Ну да Заказывается 1.1 Подземный мув, здесь начинаются дробчики, но я не знаю Лайву надо просто, да, по 3 КСМа строить, 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 строить Попытаться отстроить Продакшн боевой наладить, то есть в депохе восстанавливать Соплай блоков чтоб не было В общем-то тут врыв очень много зданий им убил Так, передробчик на мейн Покрошил дутоверов очень много Лайву Да Рабов 18 Уже 20 Убит Погодите, только в этом направлении? Нет А, здесь дробчик еще был, я пропустил Ну что же, неплохая ответочка Это шанс, безусловно Ну блин Где арморит? Где два А, у него даже инженер нет Какой арморит То есть он После предыдущей атаки Как бы ему Инженерки были убиты Этот классик Этот, простите, не классик Лайв даже не восстановил Ничего Туретки нет Жадность приводит Тирановская к тому Что Роучи свободно заползают на мейн И как только тиран уйдет Они начнут здесь просто Просто вылезать начнут Так Зачем тут пять именно Шесть на мейне Можно было бы не Хотя три и на второй есть Вот сейчас элайв пошел вперед Смотрите Дарк это спалит И начнут Роучи выкапываться просто Вот на мейне выкапываются На второй выкапываются С третьей пытаются Не с третьей, а здесь рядом Пытаются уйти Одиннадцать, двенадцать КСМ Константинск поддержал ваш канал На сумму двести один рубль И сообщает Добрый день Немного рублей На удачу Спасибо Константинск Попайте большое Очень приятно Элайв пришел Получил фаерболов Танчик сразу А нет одного не хватило Чтоб выбить Третью Роучи Почти заплевали Ну вот где основное Событие происходит Ну как основное На самом деле Вот этот харас Такой же для зерга основной Как и отбиться в лоб Но Этот харас Позволяет Зергу Просто Надеяться на то Что тиран не подстроит Армии больше Смотрите сколько реводжеров Дух Двадцать четыре реводжера Жесть какая-то вообще А в ходе сверху Дарк Ну тут последний врыв от Элайва Да Био в принципе Био реводжеров Хорошо всегда Выносит Но Недостаточное Био Роучи Спускается вниз Танки Выпилил Дарк 2-1 Ой 2-0 Дарк Красавчик Каких 2-1 Победу Присудил Которой не было Это АПМ Вы видите 296 354 Ударка АПМ Без переборов Ну что Стас против Классика Надо ждать Наверняка Они уже Почеркали Танки Редактор Редактор ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прошу прощения. В США эта плотина разрушилась. Хотел посмотреть. Какая-то борода. Люблю такую тему. Стихийные бедствия всякие. Оп, не понял. Что-то я не то пишу. Сюда, ребят. Спасибо всем еще раз за поддержку. Точнее, пока Константину из поготока. Похоже, пацаны еще не черканули. А, ну-то я быстренько отскочу, ребят. Погодите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так, ребята, я здесь. Сейчас бананчик схаваю и буду с вами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 Так, два адепта плюс призма на мэне Ой-ой-ой, сталкеры на блинке уже Нужно, рабочих сейчас могут очень жестко продамажить Здесь адепт пытается выйти из рейнджа пилу на атаке Выходит, но тут наполучал тоже очень много дэмэджа На мэне статус пришел, отбил, секрет дэмэджа не получил Но призму можно было попробовать сбить, если больше бы, конечно, сталкеров было Но сталкеров не было больше Кстати, Прукси Даркшайн у классика пошел Устаться Робо Бэй, он выходит где стабилизатор сейчас? Опять какие-то подлаги начались Ну, пинг подупал у меня Так, залетел статс Иллюзии Была эта иллюзия сбита Сейчас, моментально У статса третий Нексус Сейчас будет дестабилизатор номер один готов Вот он уже что-то там чешет даже Классика, четыре дарка на вторую Кстати, здесь обсервера-то нет, между прочим Статс пытается вперед пойти У статса и плюс один даже раньше У статса все нормально, но дарки сейчас могут перевернуть эту ситуацию Здесь нету апса на второй базе Вообще, у статса есть опс? Ну да, у него даже два апса есть Но он с армией, блин, ходит А все же этот... Дарки начинают просто дико пилить, на самом деле Второй Нексус здесь Восемь пробок уже убито И на мэне дарки тоже есть Призма успевает вылететь Но сагрались дарки на этот пилон с оверчажем И в итоге обс не достроился Семнадцать пробок минус Статс пытается контратаковать И, кстати говоря, успешно контратакует 56-35 по боевому лимиту Но такая здесь дичь, печаль на мэне Еще два дарка на третью Шесть дарков Где все апсерверы статсовские летают? Ё-моё И в атаке даже нет апсервера у него Так, есть стабилизаторы где-то там сзади ходят Есть жопсу, статса Вернул на мэн Ну чё за чушь? Не, это ГГ, статсу Здесь с оверчажами дарк отсидится Скорее всего Агрессивный блинк от статса Вперед пошел И стабилизатор прилепляет дэмэджу Но один выпилен дестабилизатор Второй тоже И здесь дарк режет, а в сервере нет Пишем, вот как игра переворачивается Грамотное действие Классика приводит к тому, что статса Который вел всю игру практически здесь Вынужден что-то предпринимать Идет вперед, он и не смог продавить Слишком дарки нарезали жестко А все потому что не было ни фотонки в рабочих Ни апсерверах нигде И это очень и очень печально Так, прыгаю в игру Так, прыгаю в игру Так, прыгаю в игру Так, прыгаю в игру Ну что, 1-0 Classic, вторая. Поехали. Субтитры подогнал «Симон» 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 Так, ну тут такая неплохая группа у стад стоит. В итоге парабам. Что мы имеем, кстати, парабам вровень, абсолютно, как бы, ситуация. По боевому чуть больше стадсу. Да, у стадса делается плюс один в фарже. У стадса делается рубубы. А классик подозрительно добавляет второй старгейт. Зачем же ему второй старгейт? Уж не кареров ли он каких-нибудь собрался здесь строить. Но пока я вижу, грелка заказана. Грелки с двух старгейтов плюс просто лимит. Странный, короче, какой-то микс. Это все контрится, на самом деле, архонами. Просто грелки вообще в холом архонами контрятся. Прошу прощения, карера уже не так хорошо, конечно, архонами контрятся. Но тайминг можно ловить и пробивать просто. Что стадса собирается делать? Смотрите, он просто идет вперед сейчас и... Так, иллюзию сбивает. Понимает, конечно же, классик, что здесь происходит. Классика четыре иммортала и три грелки сейчас будет. Как вот эту тему пробивать в лоб, я понятия не имею. Так, агрессивная блин. Под грелочкой пошел. Иммортал заблочил. Сейчас тадс. Ну как сталкеры-то терпят? Сука, они деможи получают. Две грелки. Два иммортала еще остаются. Ничего себе, классик там навыдавал просто. Ну все, грелки без разогрева пока что. Пилонов всего два здесь. Да варп еще сталкеров идет. А что здесь стабилизаторы-то? Есть же уже один. Что он дома-то стоит? Надо взять да помочь здесь пацанам. Не хватит и филды отстаться. Ну классик держится пока за счет... За счет туверчажей. Но пока не может никак классик выйти в карьеров. Татса плюс один есть, у классика нет. И четвертый некс уже отстаться пошел. Но ему нужно понять, что здесь творится как бы. То есть ему нужно понять, что здесь именно старгейты работают. Если он этого... Ну он два старгейта видел и предполагать на самом деле статс может, что происходит... Вообще пуштаться неспроста происходит. То есть наверное он так сразу и понял, что здесь какие-то вещи плохие делает классик. Так, потоночка пошла на третью базу статса в рабочих. На второй нету, кстати, в ТУ. Четвертый некс уже достраивается. Здесь пытается статсталкерами напрягать. Классика Глефа. Что-то Грелок очень много классик напиливает. Ну бред, бред, когда у тебя работают 300 гейта. И ты не делаешь грейдов на воздух, на атаку в первую очередь, конечно же. Но на воздух фактически только атака и нужна, получается. Не только, конечно, она одна нужна. Лучше, чтобы полные грейды были. Но атака самая важная. Потому что если бы еще статс бы с двух фаржей грейды делал бы, то тогда бы вообще, блин, эти юниты практически не атаковали бы. То есть не то, что не атаковали им бесполезно, но даже так, если статс, у него будут архоны, гвардиан он рубит. Кого здесь смогут Грелки убить вообще? Архонов точно нет. Семь уже Грелок здесь, ничего себе. Ну, у статсов столько сталкеров, скоро плюс два будет, что даже семь Грелок могут не помочь. Неплохо тут дестабилизаторы налепили по имморталам, по всем юнитам. Адепты затанковывают. Под блин какой-то от статса непонятно сейчас пошел. Но сталкеров больше, чем Грелки могли бы выпилить. Это 1-1, ребятки. Это стопудовый 1-1. Хорошо статс отыграл здесь. Здорово, Акирыч. Не дал просто выйти в воздух оппоненту своему. Просто не дал. Так и нужно действовать. Стараться. 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 Также хожу в игру срочно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну что, кибернетончик здесь ставится. Классика, старгейт, статс... Все сразу видит старгейт здесь. Для статса это хорошо. Классик видит в свою очередь, что делает сам статс. Ну, два гейта, хорошо старгейт контрят, причем, самое интересное, статс одного сталкера закат, а он двух в одном гейте, что за ошибки-то, ё-моё, какая же тупость сейчас была от статса. Сделано, блин, просто жесть вообще. Цвета еще ублюдочные поставили, блин, какие-то одинаковые. Ну, что за бред? Ну, и оракул заказан. Такое ощущение, что статс собирается под пуш сделать с трех гейтов, либо с двух гейтов с выходом в Нексус, пока я даже не понимаю, что именно он хочет сделать. И очередной пилон добавляется. Так, у статса сталкер в районе второй базы классика, статс ставит Нексус. Здесь плюс два гейта еще делаются. Пробка есть, можно спокойно пилон запиливать. Два сталкера есть, можно зайти прямо сюда, на рампу. Будет статс заходить? Нет, пока не спешит этого делать он. Так, два сталкера там, два сталкера дома. Нексус строится спокойно абсолютно. Ну, ничего абсолютно не получилось с оракулом сделать. В данном случае классику. Знаешь, что-то только что было отменено. Уж не Twilight ли это был? Судя по ресурсам, которые дали, по-моему, да. Так, пробочка. Так, пилончик у классика есть. Статс сам пилончик. Статс ставит. Сейчас он увидит, возможно, сталкеров, идущие к нему. Да, вот он видит. А, он и так видит, кстати. Здесь до варп идет. Ай-яй-яй, сейчас статс спалил бы все это дело. Вообще бы он был бы сейчас на коне, что называется. Но он не на коне сейчас совсем. Потому что... Так, два оракула. Сталкеров прогоняет. Статс здесь еще варп пошел. Смотрите-ка. Если статс прямо сейчас сразу на рампу зайдет, то он минуснет этот пилон. Не, статс не рискует. Видите, что Нексуса нету. Здесь два оракула плюс три сталкера есть у классика. Мазеркор без уверчажа. Что за ошибки-то ужасные такие? Так, оракула. Сталкеров что-то очень много заходит. Мазеркор пытался минуснуть. Все, есть энергия, уверчаж надо ставить. Ставит уверчаж. Статс и... А что сталкеров-то выпустил? Ё-моё. На ровном месте. Сначала запустил, потом выпустил. Здесь стазисом заблочило просто всех сталкеров статсу. Смотрите, что за бред творится. Оракула продолжает жечь. Неужели рабов-то не отвезти? Статсом, ты что делаешь? Но даже если сейчас статс отобьется, парадокс в чём? У него всё нормально будет. Почему? Потому что у него Нексус есть, а там ни хрена нету. А, нет, классик заказывает. Не, ну, кстати, праздница в пять пробок. Ну, статс ров восстановит её. Если классик не продолжит шатать. То есть, возвращается классик. Да, вот смотрите, какой грамотный пилон. Вот, для проццев. Для проццев. Вот, смотрите, где ставить пилон, чтобы его не заметили. Здесь есть такие позиции на этой карте? Вот здесь вот такая позиция получается. Здесь статс выбивает пилончик. О, пробка выходит. Здесь два Оракула летают. Пробка спокойно прошла мимо из-за этого. Ну, и классика больше лимита сейчас. Ну, статс восстановил рабочую популяцию. Правда, классик грелку делается. То есть, это вот четыре лимита можно смело отнимать. Но всего-то десять преимуществ. То есть, преимущество солидное. Для классика всё нормально. Блинка... Так, а твой лайк ещё блинк-то не делает. Кстати говоря, статс странно. Это очень... Так. Продолжение следует... 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 Месторождение минералов выработано. Отказ систем защиты. Я здесь, среди теней. Я здесь, среди теней. Тут статус что-то атакует, атакует. А что он здесь атакует, вопрос. Иммортала здесь точно не убить. Второй выходит иммортал уже. Ну, поля поснимал им, да, что толку. Они демиджа вообще никакого не получили. Нужно сваливать отсюда сейчас статус. И нужно свалить так, чтобы пилон этот классик не заметил. Зачем агрить его здесь? Здесь, чтобы он на пилон сам случайно вышел. Пусть живет пилон. Так, окей, рач. Ну, естественно, из игры класс качества лучше, чем на рестриме. Потому что на рестриме тоже может быть нормальное качество. Ну, относительно, если исходник крутой. Бывает, что там мертвое качество тоже, поэтому... Так, проходит статус вниз к третьему нексусу вероятному. Классик здесь бегает рядом. Сейчас опс может заметить все. Статус он, что бегает? Во, пилон спалил, смотрите, классик. Пилон-то выбей, побежал мимо. Вот сейчас только-только пилон собирается выбивать. Архоны плюс чарж. У статуса больше лимита. У статуса плюс один. У классика тоже, правда, доделается сейчас. Стат заходит в тыл к классику. Вы видите. Моё сознание пробудило. Минус мазеркор. Уверчажа сбил. Так, а здесь что, зелки вар? Ну, зелков надо выбить. Что тут говорить-то еще? Выбивает стат зелков. Классик приходит к третьему нексусу на чарже. Ну, надо дестабилизаторов здесь будет. В общем-то, применить грамотно статусу. Даже все, пробок этих уводить. Смотрите, сталкеры, какой контур в риме, просто сейчас наносят дэмэдж гигантский к классику сейчас. Еще бы статус в линг-контр... А, у него здесь залпы важные были дестабилизонщиками. И кажется, дестабилизонщиками-то статус разбирает здесь классика, ребятки. Я пропустил, как он попадал. И попадал ли там он вообще. Но судя по тому, что армия классика уменьшилась серьезно, он попадал и очень даже неплохо это делал. Разрыв вообще в мясо идет. Статус 2-1 минусует классика, проиграв первую игру. Очень четко. Что сейчас статус сделал четко? Я всегда любил так раньше воли, особенно когда много... Ну-ка, еще сам выступал. Пвп играешь, разминка уменьшишь играть, это сразу плюс к уровню в пвп. Почему бы сейчас, если бы статус так моментально сталками не зашел на вторую базу и четко не понял, что там ничего нету, и что нужно Мазеркор именно покуснуть и просто убивать экономику, он бы не получил такого преимущества. Просто он очень четко это все сделал. и это было грамотно, короче, ребята. Спасибо. Продолжение следует... 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 В те время уже почти 6 часов, время достаточно много. Не знаю, сколько финал пойдет, но статус обычно с Дарком хорошие игры показывают. Сейчас мне, ребят, надо дедушке на телефон немножечко денег положить. Так, отлично. Продолжение следует... 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 Так, все, ребят, погнали! Так, все, ребят, погнали! Так, наконец-то, начался финал, я сижу там, просто мне надо было пару в интернете делать, делать там, деньги перевести дедушке на телефон и т.д., поэтому немножечко я отвлекся, ребят, извините, сейчас отвечу на секунду. Так, все, ребят, погнали! Так, все, ребят, погнали! Так, 70-0 сделал Бьян на Корее. Это сильно, конечно. То есть он 70 игр за 10 часов сыграл. Но Бьян, конечно, жестик. Так, адептик заказан. Надеюсь, раскачка идет. Против Протсов не играет Дарк в пул первый. Хотя иногда он играет и против Протсов в пул первый, но не в этой игре. Карта такая, на которой, на самом деле, очень неплохо можно выйти в макро какой-нибудь такой. Не знаю, правда, какой устаться план на игру. Пока что я вижу Твайлайт, который сныкан максимально далеко от вероятного направления врыва Овера. Вот Овер залетает и... Не, ну Овер слишком гигантский вижен, да и он прям до сюда пролетит. Короче, Твайлайт будет спален. Вот для этого-то иногда и строят. Адепт есть один в атаке, почему бы второго не построить сталкера? Возможно, Таовер бы не спалил бы Твайлайт этот. Дарк от первого лица, да, сейчас тоже стримит. И все Эбьян и Дарк, они все ФП иногда стримят. Просто другое дело, у Дарка как-то там канал Криво называется вообще. Ну, то есть, с какими-то буквами там непонятное название. Вот. Три адептика устаться. Плюс-плюс два гейта добавляются. Сейчас будет варп еще. Ну, где-то с... А, он тремя первыми тоже вперед пошел. Плюс еще здесь один. Сейчас гейты открываются. То есть, готов варп. Твайлайт и Глеб почти тоже готовы. О, блин, два овера. Прям в наглую бороздят просто мейн статсовский вообще. Здесь 7 адептов Глефы. Очень любил так играть. НИП. Я помню, в последнее время перед Каспакапом, например. Третий Нектус пошел. Ну, билд уже достаточно старый. Ну, сейчас гораздо реже стали, например, с Архонами, да, там играть. Какие-то эти... Хара с Архонами там и т.д. Адепты заходят. Линги рядом есть. Здесь есть ревенджеров. Три штуки. Плюс роуч один есть. Так. Адепты полетели. Иллюзии там на вторую базу летят. Хорошо. Статс очень хорошо разменивается с лингами, не давая адептов, не подставляя их. И здесь лингов еще забирают хорошую пачку. Такое ощущение при этом в том, что Дарк собирался пушить Статса. Он и собирается, потому что лингов слишком много заказано. Иначе это не было бы пушем, ребята. Так. Минус овер здесь. 66, 73, 48, 32 парабам. Понимает то, что Дарк сейчас будет пушить. Статс боясь, что пробьют. Тут аж целых три пилона на второй ставят базе. Врываются линги. Везде я готов Статс отбивать этих лингов. А что? Где роуч, где реводжеры? Все вперед идет. Да, все двигается вперед. Так. Здесь врыв. Смотрите, на второй идет. Ой-ой-ой. Адептик фаерболами уничтожен. Хорошие филды были сейчас. Филд, точнее, один единственный филд. А Статса сейчас был очень неплохой. Поверчаж выставляется с ХГ. Здесь реводжеры филды пробивают. Но Статс тоже очень четко все делает. Видите, пробел, судя по всему. Я нажал очень чувствительный на этой клаве. Все, я не могу привыкнуть. МХ Черри Рэд. Это как, блин, чувствительный супер, да, там. Роучи минусуют. Все замечательно. У Статса у него роба работает. Эмортул готов, призма делается. Барабам, правда, сравнялись уже. И лейер ударка готов. Эволюшеном ставит. Но у Статса тоже... У Статса вообще форжа только заказывает. То есть без грейдов все. Нужно ли лечь в Статсу? Как по мне, сейчас просто нужно бы подстроить пробок на третью базу. Ну, там два газа запилить, архивы темпларов сделать, подвар подзелков там, и потом из пси-штримячков просто архонов на варпате все вообще неплохо было бы. Но можно и адепта с энтрями и морфлами выйти вперед с другой стороны. Но нужно очень четко контролить и на фаерболлах можно затерпеть. Тем более, что дарк оверами видит этот выход прекрасно. Но по лимиту, посмотрите, по-боевому печаль какая-то полная. Так, ну тут филды поперли очень хорошие. Адепты врываются... Нет, мимо реведжеров, я думаю, прям в самих реведжеров Статс ворвется. Но тяжело на крипе, когда оппонент отходит именно прицельно, да, попасть в армию. Это 1-0 Статс, ребят, это факт. Так, к реведжерам Лингом пришел, одного реведжера выпилил, ГГ. Хороший Статс, очень четко он адептами семью вот этими законтролил, сейчас признаться честно. Очень четко. Так. Так. Так... Так. Так... Продолжение следует... 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 Блин, с этот Дарк вообще оверами беднягу Старца просто затрепал. Сейчас задропал. В итоге три Архона плюс Адеп Тончики идут вперёд. Призмы не было и нет. Три Сталкера вынуждены на Мэнни, остаётся. Четвёртая Хата готова. Здесь Плёточки пили. Четвёртый уже по ходу Дарка отдавать собрался. Ну, про, чем делается Ленге. Здесь стенка, блин, проход не закрыт, точнее, а не стенка. Королева Ленге опять дропаются. Плюс три Адепта Довар. Пробки под ударом. Сталкеры по Королеве стрелять, кстати, убивают Королеву. Ну, здесь Старца сбивается достаточно легко. В это время заходят Архонами плюс Адептами. 47-70 по Ленге. Ё-моё, сколько здесь Роущий. Да-да-ну, здесь надо забыть про то, чтобы убить вообще Дарка. Ну, это 1-1, ребята, стопудовый расклад. Это я не вижу здесь другого расклада вообще. Загонял Дарк Стасона. Загонял просто сейчас. Ну, может быть, дойдём до какой-нибудь карты, где они решат прям сыграть что-то более такое, не пушерское, я не знаю, макроориентированное, что ли. Загонял. 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 Так, пошел онлайн. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, 1 на 1? Погнали, ребят! Продолжение следует... Так, ну здесь пробочка... Не блочит катку... Третью пока что... Инвокер Сула... Молчат ТВП, как отбить дабл-проксеробо? Это какая у тебя лига-то? Я не знаю, он такой отбивается разведкой, что за дабл-проксеробо? Это со скольки баз-то просто с дабл-проксеробо строить будет? Если даже с двух баз достаточно раскачанных, это все с дабл-проксеробо, это только два робо и будут работать, то есть там имморталы без прикрытия будут вообще... Воздух значит какой-то... Воздух... 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 Это самое жирное здание за 150 получается... 550 на 550 у него... Воздух... 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 И Дарк решил, что... Зачем как бы... Играть по плану оппонента, что там у тебя поздний третий Нексус будет и т.д. Вот с хата, простите, запиливать. Принял решение сейчас просто Дарк, что будет ранний лейер, Роуч Ворон и вообще это Нидус по ходу дела. Причем вот это направление, оно вообще затемнено получается. Ну, сталкер может здесь быть. Ну, кстати, к Нидусу такое ощущение статься у меня будет готов сейчас. Если это будет Нидус... А, здесь истаргейт, тем более уже нет. Нидус как-то... Хотя... Посмотрим, плюс один заказан оранжевой игре, это зачем плюс один? Ну, точно не под Нидус этот, плюс один делается. Так, ну, запеленная грелка. Третья хата пошла. То есть это... Ну, плюс выход в Гидро. Ну, как ты, Морфл и Призму, викингами сбиваешь Призму. Старпорт за Юзой. А... Банша, я не знаю. Там, как бы... Ну, разведка в первую очередь. Бункеры на хайграунде. Минки там... Ну, я не знаю. Все что угодно это может отбить. Так, грелочка овера выпиливает. Еще один Старгейт, кстати, ставит сейчас. Какой-то выход уже каррером идет. Пусть понемножечку. Друг, минки оппоненту в минеральную линию тоже законтрит. Иди эту всю тему. Бункеры, танки на рампе просто и все. Призму, правда, туда завозят. Ну, там больше бьет. То есть просто строится нормально, мать, стандартно, да? Так, здесь пришли роучи. Здесь грелка есть. Ничего не поделаешь. Так, зачем гоняться за теми роучами, если здесь другие есть, блин? Одного... Сейчас точно грелки должны минуснуть. Одного минуснули. Остальные ушли. 57-49 по рабочим не в пользу Дарка. Устаться третий Старгейт и Флитбикон пошел. А Дарк хочет сделать нидус и как раз таки выпилить это до того, как Старгейты заработают. Пять королев есть у него. Ну, сейчас плюс один доделается. Грелок станет пять штук и пять королев этих затерпят. Особенно, если грелки будут с атакой там. И куда нидус еще пилиться будет? Вопрос хороший. Причем, если увидеть, где нидус будет находиться, можно прямо грелками убить его, этот нидус. На том моменте, как он проявляться будет. Тут прямо у Старца нету, смотрите. Нету Вижена. Так, телепорт домой попер. Ну, давай телепортируйся, что ж ты делаешь-то? Ё-моё, как долго Старц телепортирует? Сейчас надо разогревать грелок быстро. Конечно, разогрев, нидус выпилил и все. Правда, посмотрите, сколько сейчас роучей наползло. На мейн заползли роучи. На второй есть роучи. Просто ужас какой-то, ужас. Ну, грелки везде есть, в свою очередь тоже. Так, ревелейшн по вот этим роучам. На второй базе роучи тоже выкапаются. Потом сразу же минус, нужен уверчаж. Ревелейшн есть еще, есть еще ревелейшн. Роучи везде статс выпилил. Ну, на третьей базе роучи есть сейчас. Грелок все больше и больше. Пять плюс семь уже сейчас будет. Королевы роучи сейчас будут выходить. Здесь роучи с эндрю выпиливают. Пытаются уйти. Грелки плюс адефты приходят. Но королевы, понимаете, они с трансьюзами. Сейчас спорки пойдут. Очень жесткий прессинг от дарка. Ё-моё, опять спорок уже пошло. Блин, одними грелками здесь и не разберешься. Даже мне кажется, что здесь может быть темпистов статсу парочку попытаться построить. Так, мазеркор минус. Он нахер на королев летит туда. Одними грелками контроль куда-то мазеркором лезет. Куда лезет, вообще непонятно. Так, здесь уже миллион спорок есть. К релки на разогреве. Но лезть туда, на эти все трансьюзы, печально. Дэх, Золкин. Здарова, Золкин. Войпер соло. Никто там не отлетает от этого. Это билд просто, ну, рассчитанный на то, что... Ну, на не, мягко говоря, на кривое исполнение билдов, в общем-то. В какой-то мастер лиге там слабенькой, видимо, ну, снизу там где-то. Навряд ли это будет работать, как бы, на более высоком уровне каком-то. В общем, это точно не будет работать. Это слишком билд однобокий. То есть, если... Это как в Ринкул-Инг просто. Нет разведки, как бы, все... Подстраиваешься, и все печально. Так, ну здесь гидро и прессинг. Смотрите, у стаца грелок-то уже сколько у него грелок вообще? 12 штук. Там 12 гидралок, 9 королев. Все равно в лоб не подраться без земли и поддержки. Ай-яй-яй, не лезь вперед, стаца. Не лезь вперед. Адепты-сталкеры идут вперед. Пошел в замес. Ну, на спорке точно не вариант лезть. Стас лезет на спорке. Разогрев. Даже с разогревом еще сделать не может. Гидры слишком много. Плюс королев. Какой же дар жесткий в своих чизах таких. Ну, почему не построить 2-3 темписта? Я не знаю. Ведь этот... Ну, есть здесь... Нексус. Сидишь здесь под уверчажами. Темпистов не 15. 10 ринжа. Оракулы были. Кинули вилэш на 10 ринжа. Пью-пью. Стреляй-стреляй. Пусть он нагрится. Сам вперед идет. Куда ты сам-то на спорке лезешь, блин? Бесячая схема какая-то. 2-1 dark. 2-1 dark, ребята. 2-3. 3-1 encontраем. 3-4... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 против Грева. Макро хатка, ударка. Инфестейшн уже пошёл. 60-58 парабам. Четвёртая хата делается. Линги строятся. Криптумора есть. Некоторое количество. Ну, статс тоже занял третий нексус, в принципе, сейчас. Так, потоночки пошли. Минеральная линия. После адептов Глефов вообще статс ничего не сделал в итоге. Тут такой небольшой подпуш с Мазеркором идёт, и телепорт домой потом будет. Вижу дома архивы тембваров. Это говорит о том, что архонщики будут устаться, либо выход шторм. Ну, чарж почему-то не делается при этом всём. Шторм, что ли, статс выходит. Не знаю. Там у нас хайф прям заказан. Статс ТП домой делает сейчас. Успел отойти. Хайф статс палил. Как делается. Пошёл чарж, да. Архоны плюс зелки. Какой-то врыв будет. Ну, экономика ударка просто великолепная. Покатухи сейчас будут. 2-1 милишные ГРД ещё. И форжа-то поздняя здесь вообще. КОНЕЦ 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 Так, аверец минус. Четвёртый Нексус-то отставит. А, это чарж, плюс шторм, плюс архоны. Ну, здесь гидролинга-беллинги. Опа. 4 свармхвоста, плюс 3 будет. То есть, а куда локусты будут лететь? Не знаю. Видимо, вот отсюда они будут через сендер приходить. Отсюда и вот сюда впиливать локусов. Другого варианта я не вижу. И ультралис кэверн ещё ударка. Ничего себе у него билды. Ну, он, кстати, играл в ультралис кэверн. Как раз-таки в группе на ГСЛ, по-моему, с классиком. То есть, такие сейчас билды, удар... Так, идёт вперёд. Вейлинги идут. Чё, это всё на один филд энергии более, что ли? Ну, сплит великолепный. У Стаса сейчас, вот, смотрите. Вейлинги не понять, куда врезались все. Где штормовики-то все стоят? Где? На бороде, ё-моё, говорит Стас? Нет у меня птич-штормовичков-то никаких. А как отбиваться тогда? Архон сзади один есть. Надо отступить. Этот стоит, пока братвусы выпилят. Ё-моё, это вам ни хрена не ролик. Вот, вот, заставка первая. Пока пацанов выпиливают, этот куриц стоит. На свай под язык. За пилоном там засовывает просто. Архон с рынка. Дагестанские архоны, архонские дагестанцы, короче. Ну, вы поняли. Два шторма пошло. По алингам не проходят эти шторма. Сейчас зилки выпиливают очень четко, очень жестко. Здесь архончик проявляется. 105-42. По-моему, Дарк мог бы выиграть, если бы он юнитов грыз, а не Нексус сейчас. Дарк же нахрен за каким-то чертом Нексус вообще грыз. Так, здесь пытается Локусты выпилить Нексус. Кончаются Локусты. Ну, со второй попытки выпилить. Стопудово Дарк здесь этот. Нет. А, еще и копаются. Ничего себе. Блин, но Дарк, он реально великолепный зерк. Нахрен он такую себе грубую сделал на GSL, что не вышел дальше. Не знаю. Но без такого зерка в плыве к GSL будет не весело. Зато мы на ЕМ готовиться Дарка стопудово увидим. На котором призовой значительно больше, чем на GSL, между прочим. Вот. Ну, сейчас пока что Дарк просто замечательно отыгрывает. По-другому и не скажешь. Так, Линги набегают. Здесь Штормы пошли. Все, эти созрели. Там Локусты сейчас опять полетят вперед. Но здесь уже Штормы. Так, Штормы есть. Будут, да, Штормы, судя по всему. Ну, Локусты не просто одни будут заходить. А с Линго Беллингами плюс Ультралиск сюда уже идет один. Уверчаж надо пилить. Пилится Уверчаж. Штормы по Беллингам хорошие проходят. Дарк Статс очень хорошо. Штормы, конечно, накидал. Ультралфады. 133 на 180. Да, Статс держится. Но видно, что ему все равно не хватает здесь немножечко юнитов. И одновременно на четвертую атаку. Вроде как везде Статс отбивается. И Мортла, спешившего на помощь пацанам с вами окружает собаки. Невыгодно. Часть Лингов рывается на мейн. Вообще жесть происходит. Дарк просто разводит вообще оппонент своего. Здесь Ультра, здесь Линги. Здесь тоже Линги. И на четвертой базе здесь тоже врыв был вообще. Даже большими буквами Статс пишет ГГ, потому что, понимаешь, что-то его здесь припустили маленько. И на четвертой базе здесь уже не будет. И на четвертой базе здесь уже не будет. Так, делаю стоп-старт, мама там пришла, сейчас дверь открою.